Привет! Сегодня рецепт для тех, кто не может обходиться без хлеба, но не хочет от него поправляться. Без сахара, без дрожжей, без муки. Готовится моментально и ничем не отличается от нашего привычного черного хлеба. Давайте скорее готовить. Для него нам нужно 70 грамм льна, можно брать сразу льняную муку, 1 белок, 1 яйцо, 40 грамм сливочного масла, мы его будем растапливать, кунжут для посыпки формы и 1 чайная ложка разрыхлителя. Вначале превращаем лен в муку. Я это сделаю с помощью кофемолки. Несколько секунд и мука готова. Конечно, можно покупать сразу льняную муку. Самый сложный процесс в приготовлении этого хлеба завершен. Перекладываем муку в посуду, растапливаем сливочное масло, к льняной муке кладем разрыхлитель, 1 белок, 1 яйцо, дальше растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Можно это сделать с помощью блендера, а можно просто руками. Тесто готово. Достаем маленькую формочку, желательно стеклянную. Смазываем ее сливочным маслом, можно кокосовым маслом или любым другим жиром, просто для того, чтобы хлеб не пристал к форме. И присыплю ее еще кунжутом. Делать это, в принципе, не обязательно. И выкладываем тесто в форму. Разравниваем. И отправляем в микроволновую печь на 2-2,5 минуты. Хлеб немножко-немножко поднимется. И хлеб готов. Даем немножко остыть. Нарезаем на порционные кусочки. И сервируем на свой вкус. Хлеб на самом деле очень вкусный. И мало чем отличается от нашего привычного черного хлеба. Он пористый, мягкий. Его можно использовать и для бутербродов. Очень вкусный и полезный хлеб. Без муки, сахара и дрожжей. Прекрасная альтернатива для тех, кто заботится о своей фигуре. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Спасибо за ваши лайки. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал. И давайте готовить вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok